сделала вот такое топленое кислое молоко как раньше бабушка делала из деревенского молока который в деревне купила ой ляпают посмотрите такая вкуснятина вкус детства очень молоко я прокипятила потом томила его в духовке полтора часа и потом заквасила обычной ряженкой сейчас покажу если у меня сохранилась стаканчик вот такая ряженка местный производитель у нас делает общем на литр молока где-то две столовых ложки так сейчас я покажу какая она вот тоже очень вкусно вот это вкуснее как из детства бабушку в печке делала сейчас тут наложу в пиалочку есть буду друзья прошло по моему трое суток с момента как я делаю сыр с мятой по рецепту павлу немаляева что-то мне так захотелось его попробовать хватит что я не знаю вот трое суток он лежит смотрите какая красивая головка получилась в той форме из ведерка которую я сделала хочу попробовать так как отрезать то мне честно говоря я не знаю сколько он должен там лежать вылеживаться вызревать так скажем ой вы посмотрите какой он классный посмотрите он дырчатый видно вам офигеть у меня впервые такой сырочек так сейчас я его попробую а почему он дырчатый получился может нашли зерно было неоднородное видите так отрежем офигеть классный да вкус у него пресный соли я не доложила мята не чувствую совсем трава и трава так немножко есть такой ароматик мятный может ему еще нужно полежать так скажем позреть ладно сейчас я вот эти кусочки даем а этой сумму в холодильник пусть еще лежит отлеживается вот так но я не ожидала что мне будет такой дырчатый сырок но пресноват но есть можно с кофейком пойдет во всяком случае лучше чем магазине непонятно из чего ну все пока а